Привет, друзья! С пятницы у вас! Как оказалось, с пятницы я что-то с этими всеми с моими делами забыла, что пятница. А у меня сейчас клиентка пришла за молоком и я такая дверь открываю. Опа! Говорю, а что сегодня пятница? Вообще неделя пролетела, конечно. Вот. Что мы делаем? Мы сепарировали сейчас молоко. Жарим на завтрак сейчас адыгейский сыр. Кашу овсяную сварили тут у нас. Кашка овсяная. Ветчины порезали. Сейчас может быть... Ну, не знаю, обжаривать. Нет ее? Она соленая? Если не обжаривать, просто так лучше. Да, она соленоватая маленькая. Еще хочешь ветчины? Ну, возьми, пожалуйста, еще ветчины. Пожалуйста. Всем привет, да. Вот. Рыбаки наши еще на рыбалке. Ночью они в 5 утра встали. Не ловили ночью, а в 5 утра встали и ловили. Вчера ловился окунь. Сегодня карась. Окунь вроде бы даже крупный, говорит, да? Да. Вот. Надо позвонить ему, чтобы маленько поснимал. Так что, если что поснимает, вставим, конечно. Ладно, вот такие дела, в общем, все. Пошли мы завтракать сейчас будем. Завтраком кормить буду всех. Так, Алеша, сегодня бедняжка яйцами обходится и тушеночкой, да, на обед. Ничего не готовим, потому что занялись мы приготовлением огонька и соуса Балтимор. Вот. Сейчас Балтимор будем снимать рецепт. Вот. Уже начали делать саму пасту, вот эту томатную, из которой, как основа она, да? Вот такие дела. Вернулись рыбаки. Чё ты купил, да? А, это это твой. Ну, показывай, бабушка, чё? Я зря, что ли, тут показать хочу. Не поднять. О, за рой идёт рыбак с квасом сразу. Привет. Сколько тут? Килограмм пять, наверное, их тут. Сколько штук там, Матвей? Сорок. Сорок. Вот так. Карасик, якуньки есть. Ай, акуньёк, акуньёк. Как вы её в жару-то довезли-то только? Ой. Сейчас посмотрим. Что за там мешки нет? Ничего не похоже? Да нет, видно. Нет, но потом тазики. Сейчас пока тазика не приготовила ещё. Сейчас пойду за тазиком. Ой. Устали мы, друзья мои. Ещё не доделали. Мы соусу доделали. Чуть не сорок банок накатали мы и огонька, и соус Балтимор. В общем, банок по 20, по 15. Не знаю, я не считала даже. Знаю, что Балтимора 18 банок, а сколько этого, я даже не посчитала. Вот. В общем, и Фадей открыл случайно у меня телефон и говорит, мама, у тебя тут что-то пришло в сдеке. Точно смотрю, у меня пришли герани бабушки, которые заказывали. Так что поехали получать, потому что растения надо срочно получать. А ещё ведро у меня кругляша стоит помидора, которые тоже надо сегодня определить. Хотим в собственном соку сделать. Ещё в этом году не делали. Такие помидорки. Такие дела. Так что хорошо у нас хоть у тяпана, хорошо она нам помогает. В общем, поэтому так много сегодня сможем. Мы прибрали, считай, все поспевшие помидоры. Это вообще здорово. Там уже то, что останется, оно уже как бы так будет на еду, положить на хранение. Будет, да, зелёненький уже. Я думаю, погода всё равно скоро, наверное, изменится и уже так они спеть бешено не будут. Сейчас, конечно, жара стоит. Сегодня 31 градусов. Нету не было. До конца сентября будет 30 градусов. Офигеть! Мы куда катимся-то вообще? У нас жара началась с начала мая и, хочешь сказать, до конца сентября, да? Да. У меня уже виноград в теплице поспел. Мы вчера с Эдипаной ходили. Я говорю, давайте попробуем. Попробовали. Он уже сладкущий, он спелущий уже. Всё. Виноград поспел. Представляешь? Ой, ну ладно. Всё, в общем, я пошла в СДЭК. Сейчас номер буду смотреть. Заберу и дальше. Ну, что мы, собственно, делаем вечер. Дева! Кто-то лезет, мешает их ему кушать, да? Так, мы, в общем, гречу отваривали сегодня. Котлетки делали. Уже все наелись. Я вот жарю вторую партию котлет. Но это так уже, про запас будет. На завтра, на утро кто-нибудь с ребятишек поест. Вот. Сейчас поем сама. И там уже буду смотреть. Но я очень устала. Я не знаю, поднимусь уже или нет сегодня, чтобы вот это вот утилизировать, кругляш. Либо это... Фима! Она у тебя сейчас тарелку сдвинет. Дева, уйди. Всё, всё, всё. Нельзя, скажи, нельзя на стол лезть. Лапка не встаёт, дотягивается, пытается до его котлетки. Ой, хулиганка, в общем. Ну, ладно. В общем, вот так вот ужинаем мы сейчас. Гераньки пришли. Потом покажу. Я их унесла в класс. Ну, в маленьких 200-граммовых стакашках пришли. Неполитые. Может быть, высохли. Ну, что жара же везде сейчас. Может, пока они из Бориса Глебска нам шли. Они 16-го числа их выслали. А сегодня, считай, 20-е. Вот четвёртый день сегодня. Ну, вот они усохшие, прямо сухие. Вот. И... А которые побольше стакашки, ну, там, не знаю, сколько, 400, может, 300, не знаю. Они вот нормальные, влажные. Короче говоря, вот так. Ну, в принципе, все с корешками. Прям видно волосочки корешков через стаканчики. В принципе, нормально укоренённые герани. Так что будем ждать, чтобы они сейчас разрослись. Маленько даже листики пожелтеели, потому что... Ну, вот 4 дня, видимо, для герани это существенно. Хорошо, что быстро так с ДЭК доставляют. Всё-таки это быстро, я считаю, за 4 дня. Сегодня четвёртый день. 3,5 получается. Вот. Ну, а потом попозже, если силы будут, дойду, покажу вам, как эти герани выглядят. Надеюсь, это всё-нибудь... Кстати, видео с рыбалки сняли. Матвей маленько снял эпизоды. Так что вот в это место мы вам обязательно вставляем. Смотрите. Матвей маленько сняли. Матвей маленько сняли. Матвей маленько сняли. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok